Догадались? Друзья мои, это пазлы. Вернее, самый первый в мире пазл. Сейчас он хранится в Британском музее в Лондоне. А изобрел его учитель географии Джон Спилбери 250 лет тому назад. Чтобы его ученикам легче было изучать географию, он наклеил Англию на фанеру, распилил ее по границам графств, перемешал и предложил своим ученикам ее собрать. Вот таким нетрадиционным способом дети стали изучать географию стран, континентов, рек, морей. В Россию пазлы пришли чуть позже, 200 лет назад, и назывались они «пузеля». Но эта игра была слишком дорогостоящая, и деревянные детали плохо подходили друг другу. И тогда, в начале 20 века, сотрудники одной американской компании придумали распределять, наклеивать всем уже поднадоевшие карты на картон. И вместо карт стали использовать различные картины, натюрморты, пейзажи и портреты. Хочу рассказать вам еще про одну игру, которая была не менее популярна, чем пазлы. Это, конечно, вы знаете эту игру, это лото. Лото появилось 400 лет тому назад и считается одной из самых старинных детских игр. Например, я оговорилась, сказала, что она детская, ведь первоначально эта игра была только для взрослых. Игра была азартная. Ну, конечно, детей не могли оставить без внимания, и поэтому вместо такого лото придумали детское лото, где вместо цифр – картинки. Вот такое лото можно было купить в магазине или изготовить самим, как, например, Абрамцевское лото. Лото. История у него такова. Богатый человек, меценат, Савва Мамонтов, жил в усадьбе Абрамцева. Часто к нему на лето приезжали его племянники. И чтобы их как-то можно было развлечь, вот и придумали такое Абрамцевское лото, где герои этого лото – сами жители усадьбы. Ну, иногда в таких случаях можно было играть не только картинками, но еще применялись стишки или загадки. Как, например, вот такая. Собачку дрей за плечи хотел, и вверх ногами полетел. Предлагалось на карточке найти этого дрей, который хотел оседать собачку. Конечно, без труда вы определили вот эту картинку. И следующая игра, не менее популярная, это так называемый детский домашний театр. Вот на таком листе располагаются персонажи и декорации. Ну, в данном случае это декорации к спектаклю «Ермак Тимофеевич». Обязательно к такому детскому театру предлагалась небольшая книжечка со сценарием. Вырезались фигурки, вырезались декорации, устанавливались на столе, и предлагалось играть, ну, различные произведения. Это были классические произведения или даже оперы, поездки в зоопарк, походы в театр. Ну, и следующая игра, популярная у наших детей, это игра в гуськи. Игра получила свое название от того, что игроки идут друг за другом, то есть гуськом. Вот такую дорогу, закрученную по спирали, рисовали на дереве и играли при помощи фишек и при помощи кубиков, ну, или костей, как их раньше называли. Побеждал тот, кто первый добирался до гуськов. Конечно, во время пути случаются разные неприятности. Ну, например, если ты попал в пасть к лисе, нужно было пропустить ход. Вот, а если ты попал в клетку, тут уже пиши пропало, начинай игру сначала. И как последователь этой игры появились игры бродилки или игры ходилки. Вот это перед вами игра путешествия по России из Москвы в Одессу и обратно. Побеждал тот, кто первый добирался до Одессы и обратно. Ну, или как вариант, на всемирную выставку в Париж. Побеждал тот, кто первый добирался до Парижа. Если вы внимательно приглядитесь, то увидите, что в каждом квадратике нарисованы какие-то достопримечательности Франции. Памятники, вокзалы, знамя. Вот таким необычным способом дети того времени, не имеющие телевизора, не имеющие интернета, могли изучать географию, изучать различные города, страны. Но не только игры в этом помогали детям. Они, конечно, читали книги. Зачитывались романами Фенемора Купера, Даниэля Дефо, Майна Рида. Ну и, конечно, читали журналы. Но это уже совсем другая история. Так что будем с вами обязательно встречаться. Продолжение следует...